Смотрите, Линда, как мы выпьем. Это никак не спуститься. Так, дорогие мои, ну придется мне второй ролик снимать. Придется второй ролик снимать, потому что по времени я не мешаюсь. Так, значит, не знаю, я направляю камеру на него, я на экране ничего не вижу. Ничего не вижу. Так, уже, наверное, час, если не больше, как уже в темноте мотается. Я с ребятами минут 20 разговаривал. Тут уже две бутылки пива успел выпить за это время здесь. Белинду тоже угостил пивой. Слушай, вот теперь смотрите, дорогие мои. Значит, вот чтобы потом не задавали глупые вопросы, не задавали глупые вопросы. Как это? Ты говоришь, что голуби ночью не видят? В общем, ночью не видят. В общем, а так, как тогда они садятся? Вот теперь смотрите, голубятный свет выключен. Голубятный свет выключен. У нас есть освещение. Сейчас, если я подойду голубям, они будут реагировать, видите? Они будут реагировать. По-моему, у них камера можно показывать, что ли. Сейчас. Да. Вот голубятни. Сейчас темно. Поскольку вот там освещается, голуби видят, видите? То есть, не так, как при свете они реагируют, но они реагируют. Сейчас включим свет. Они уже четко будут реагировать, видите? Уже не будут заторматывать. Сейчас любой из них будет реагировать. Видите, даже подходите, уже все, засканкивает. А при выключенном свете, когда темнота, когда темнота, голуби как бы по освещению видят. То есть, скажем так, видите, скажем так, если вы ночью зайдете в голубятню, без света, в темноте, ни один голубь с места не шарахнется. Они не видят от слова совсем. Вообще ничего не видят. Но если рядом будет освещение, тогда голуби видят. Так как голуби ночью садятся, они же не видят. Наверху они не видят. Но внизу вот это освещение видят они, понимаете? И они садятся на эту освещенную площадку. Почему и прожектора нужны для тех, у которых голуби долго летают, высоко летают, могут ночь остаться. Для этих голубей вот прожектора для чего нужны? Раньше там в советское время и кастры, и колеса поджигали там, чтобы голуби спускались на свет. Тогда со светом было проблематично. Да, вот он. Он уже, наверное, больше часа вот так мотается. Он или она, не знаю. Но уже их, я еще раз говорю, их были трое. То есть с наступлением темноты им намного я опять теряю. Вот кто попадается, то теряю. Да, с наступлением темноты, с наступлением темноты неплохо видят. Понимаете? И тяжело им уже спускаться. Ну, сколько раз я показывал, когда голуби садятся, хотят сесть на крестовину, промазывают. Ну, хотя вот так, видите, крестовина видно хорошо, да, там. Но они промазывают. То есть внизу свет они видят. То есть вот как у них получается сейчас вот здесь, да. Вот этот видит, на этот свет они спускаются. А выше темнота они не видят. Они по свету, а видите, поэтому голуби крылья закрывают, чуть падают вниз, начинают кружиться. Опять подходят к этой площадке, где свет освещенный, и спускаются. То есть ваши голуби, если остались в ночь, дорогие мои, они не летают всю ночь. Они находят какое-то освещенное место и туда садятся. Это могут быть фонарные столбы, видите, тоже освещаются, да, он может на этот стол спускаться. Это может быть вышки, это может быть высотки. Это может быть корабли, намачиваться, когда в это, да, там. И это может быть вода. Вот почему Баку боятся голубей гонять, когда ветер в море. Потому что их уносит в море, понимаете. И они падают на воду, то есть в море падают и погибают. В общем, ну не знаю, я уже, честно говоря, устал ждать. Но подожду еще чуть-чуть, можете все-таки, хотя этого сниму. Ну, уже по щелчкам нашел. Вот такой в темноте даже бьют голуби, дорогие мои. Ну, помню, я как-то говорил, что ночью голубей слышишь. Один начал смеяться, говорит, да, как можно голубей слышать. Голубей надо видеть. Я говорю, ну, а ты попробуй ночью выходи и смотри, что-то там увидишь. Да, вот я нахожу в основном, когда вот останавливается шелчок и мелкается. Вот по звуку нахожу и опять теряю. Видите, опять ночью. А вот этих дурачков нету. Опять потерял, ладно. Подождем. Вот, я на него направляю. Не знаю, что я снимаю. Тут еще и ветерок такой плохой. Не дает ему нормально спускаться, так как быстро ускоряется. Птица сейчас летит в стрессе, дорогие мои, в стрессе. Вроде не садись, но что-что так. Что-что так. Не знаю, я ничего не вижу. На камере снимается, не снимается. Не знаю, дорогие мои. Я, ну, как обычно, вот как сапсанов снимаю, там тоже тогда ничего не вижу. Просто чисто по этой провожу. Но поскольку тут тоже скорость сильная. Да еще и... Тут и ветер, и стресс, и ночь. То есть, запись будет отвратительной. Ну, тут главное не качество записи, а смысл записи. Ладно, опять потерял. Подождем. Ну да. Опять подлетел к дому. Идет на большой круг. Возвращается на эту освещенную площадку опять. То есть, на эту местность. Опять идет на большой круг. Вот тут, вот видите, как вон она попадается. Я теряю его. Я сам уже не вижу. Ладно, подождем. Ну, сейчас высота где-то метров сто. В общем, то есть, это уже как бы не точка для меня. Но я вижу голубя белого. Просто вот отражение света. Вот сейчас вот фонарик попадает. Я уже не вижу. Не дает мне видеть. Ну, а это время она летит. Или он летит. Хорошо. Ну, это белый голубь. Это не белый точка, дорогие мои. Вот белых точек опять не могу видеть. Хотя еще двое, как минимум там. Я не знаю, сколько их там было. Троих точно видел. Ну, что подождем. Так, дорогие мои. Ну, сейчас чуть-чуть приподнялся он. Не знаю, я направляю. Камера опять пошел на большой круг. И опять выше поднимается. Он не видит. Понимаете, голубя не видит. Сейчас птица летит в стрессе. Банк ли там в стрессе. И я его уже не вижу. Все потерял. Подождем. Так, дорогие мои. Ну, никак он не может садить. Ну, никак. Вот одно дело, хорошие голуби. Это и без садицы не надо. Они ходят. Поймите, вот что такое хороший голубь. Хороший голубь, это не тот, который вот так мучается. А вот который по земле ходит по 24 часа. Вот это сказка. Ну, а те, которые типа летают по 10-12 часов. Ну, у них тумблер стоит, понимаете. Вот хозяин сказал спустись. Вот он вовремя четко спустился. А я вот как дурак уже более двух часов стою. Он никак не слушается. И никак не спустится. Тут уже и зарядка садится. Я пока поставлю на паузу. Ну, и успею посадочку снимать. Как она промазывает крестовины. Сниму. Ну, если нет, то хоть покажу, как он сел. Так, дорогие мои. Камера подзарядила, вышла. Ну, вот это один. У мамы двое мелкаются. У мамы еще один. Тоже вроде белый. Ладно, подождем. Пока никто не сел. Когда-то делся вроде один. Один, один, один. Блин. Только что мелкнулся. Так, ладно, подождем. Так, вот он. Один наш во двор скинул с себя. Ты кто такой? Ты кто такой? Сейчас посмотрим. Прямо тут клиньте наряблю. А вот он, вот этот наш убор. Кто такой? Кто такой? Это кто такой? Настя. Ой, блин. Ну, паразит. А вот так мы ночью... Сейчас. Вот так, дорогие мои. Вот так мы ночью голуби лазились, крышу в детстве ловили, когда чужие голуби садились ночью на крышу. Это вот желтый чель пахнет. Да? Желтый чель. А двое в небе еще. Видите? Промазал и воду. А здесь он увидит. Он сейчас побежит свое гнездо. Видите? Сейчас еще нас кричит. Сейчас свет пострадает. Не водит семя, не водит. Думаю, что это тоже дождь. О, молодец. Молодец. Вот теперь поняли, как лучше голуби садаться, дорогие. Так белые точки садятся. Сейчас посмотрю еще чуть-чуть. Да, вот один же. Вот вижу одного. А второго не вижу. Вот что их. Тривер видел. Еще есть кто-то? Есть? Не знаю, дорогие мои. Какие плохие они. Сейчас подождем. Как назло не успел зацепить. Вот один сел. Вот один сел. Видно, по-моему, на крестовине. Второй еще. Вот он. А нет, это звезды были. Думал голубь. Второй мотается. Второй мотается, дорогие мои. Ну, в предыдущем ролике, если вы посмотрите, в первой части ролика, дорогие мои, там были черные точки. Потому что птица была высоко. Были черные точки. Ты кто такой? Даже не знаю, кто такой. И кто такой. На крестовине села спускаться не может. Вот как тяжело им спускаться. Это, по-моему, от хамут шейки сына. Но этот голубь спокойно спускается. Это не как бессмертная сестра. Вот он уже сел на крестовину. Сейчас хочет спускаться вниз. Не получается. Дорогие мои, ну не видят голубей. Вот он на свет на прожектор спустился. А вот с крестовина вниз уже не может. Проблематично. Сейчас мы еще посмотрим. Может, этот тоже сейчас появится, спустится. Но кто из этих был внизу мотался? Этот, тот, который должен шесть или желтый чили, не знаю. Но, скорее всего, желтый чили. А, нет, там белого цвета вроде был голубь. Вот, я показываю, как голуби садятся. Видите? Вот здесь уже видит. Лиза не видит. Да вроде не задыхается, да? Хотя бы сколько часов уже в небе. Так. Да что, что дури наверх пошел опять. Сейчас опять будет летать. Ну, стрелься, птицы сейчас стрелься, дорогие мои. Ну, вы вот сами видели. И вот, если первую, предыдущую часть посмотрите, я с Ганельным сарайком разговаривал. С Ганельным сарайком разговаривал. Тоже так же почти сел на крестовины и пошел опять на... Пока я камеру взял, я потерял и стал... Не нашел, там долго искал, пока нашел. Да, вот он. Вот он, вот он. Вот смотрите. Как ночью голуби садятся. Как они хорошо видят, дорогие мои. Ну, я понимаю, у хороших голубей там другая... Это, да, там... Зрительная аппаратура стоит там. Их там ночное видение стоит. Прибор ночного видения. Все четко видит. Когда надо хозяин на пульту тублер включать. Спускается, садятся. Надо 100 метров столба, 100 тянет. Надо 99, 99 тянет. Ну, все. Ну, в реальности все по-другому, дорогие мои. Честно говоря, я уже, честно говоря, уже и замерз, и устал. Ну, наверное, чуть попозже выйду, посмотрю. Может, этот тоже... Мне надо сейчас литок открыть. Пусть этот спускается, заходит литок. Видите? Да не видит птица, дорогие мои. Даже под прожектор горят. Не видит. Мои хорошие, не видит. Понимаете? У них куриная слепота. Не может голубь всю ночь летать. Он летать может так вынужденно. Ну, час, два, три, четыре, пять. Смотря, сколько у них силы хватит. И в конце концов упадет. Как это так? Днем эти голуби в реальности и полчаса не могут летать, а всю ночь летают. Ну, откуда? Это вот, представьте себе. Да, вот днем не можете 10 килограмм пакетик поднять, а ночью мешок песка там на 100 килограмм поднимаете. Так не бывает, мои хорошие. Так не бывает. Вот хочет, и за пять не может спускаться. Хочет вниз. И вот смотрите, дорогие мои. Я уже несколько часов, но часа три, если не больше, вот этот хочу снимать. Посадочку. Сейчас еще как бы тепло, хорошо. А вы представьте себе, зимой я показывал, это у меня же есть ролики. И по 10, и по 15, и по 20 штук ночью садились, я их всех снимал. В мороз холод. Вы представляете, какой труд был для меня этого. Вот и сидите у теплого компьютера, смотрите все это. А мне-то надо было в мороз выходить, находить, снимать, показывать. Понимаете? Сколько труда было, жена. Сколько, сколько, сколько. Ну иди, мой хороший, иди. Ты заслуживаешь. У тебя там молодая жена ждет дома. Иди к ней. Иди к ней. Давай, заходи. Ну тут ты уже видишь. Тут уже не притворяйся. Видите, в стрессе, птица в стрессе. Ну я показывал, вот. Желтого челя я руками поймал. Как-то пропаду. Желтого челя мой хороший. Я его находил уже по побоям. Он и поначалу уже бьет. Это послабее бой, чем у желтого челя. Это дольше летит, чем тот. Давай, по времени. Ну, дорогие мои. Думаю, на этом закончим. Мир. Го мне во всем спокойной ночи. Ну, чуть попозже выйду, посмотрю, что кто-то сел или не сел. Ну так, дорогие мои. Ну, вышел я там. Два прожектора уже выключил. Один оставил. Потом мелкнулся и опять потерял. Куда опять делся, не знаю. Мотается белый. Еще не сел. По-моему, один. Сейчас посмотрим. Как не может спускаться, дорогие мои. Интересно, почему не может спускаться. Не знаете. Я вот на сто процентов знаю. Не видит. Не видит. Потому что у них куриная слепота у голубей. Ну, это не курица, но болезнь называется куриная слепота. Поэтому не может. Ну, думаю, достаточно. Попозже выйду, посмотрю. Сел или не сел. Один прожектор я все равно оставлю включенным. Часов до 12. Потом выключу. Пока на этом остановимся. Так, дорогие мои. Ну, вышел. Вот сидит один. Белый-белый. Видите? Кто еще был или есть, не знаю. Завтра утром посмотрим. Мир, мир, голубям небо. Всем спокойной ночи. Так, дорогие мои. Доброе утро. Сегодня у нас уже 21 апреля. Значит, тут одна депутатская дочь, которая... Ну, буквально, это я уже позавчера, как бы это, вчера ролик начал снимать. То есть, перед этим она ночью осталась, голубочка. И вот вчера опять ночью осталась. Она часов 12 села. Шеечка пораньше села. А вот эта она белая, она этот. И тут пескунчик. Пескунчик. Ну, пескунчик где-то рядом была. Она утром подлетела. Значит, этих двух я сейчас здесь посадил, чтобы они ко двору... Ну, видели двор. Ну, видели двор. Двор. И сейчас посмотрим, чей же пескунчик. Домен. Домен. И... И не велика раз. Не знаю. Потому что у него там пошире хвост. Несколько пера. А у второго... Помеща перед, по-моему, две или три пера. Чтобы потом не сбрехать, сказать, что это был этот или тот. Так, цивы. А, ну вот так. Это вот без шпора. Вот, дворина. А вот шпорами... Ну-ка, тут три пера. Вот, на хвосте черных. А на том побольше. Но это тоже вчера было в ИГР. Это тоже было. Ну, голубякин, что не успел почистить. Сейчас мы... Открыли в банку утра. Пока поблагодарится. Поблагодарится. Поддержку канала тоже никого. Ну, сейчас я там сяду и продолжу. Да, дорогие мои. Значит, я очень редко смотрю свои ролики. Очень-очень редко. То, что я снимаю. Ну, это один из тех роликов, которые я посмотрел. Ну, еще люблю смотреть, когда сильные атаки. Там сапсанов бывает. Вот, посмотри, да, что зацепил, что не зацепил. Ну, я первоначально говорил, что качество ролика будет отвратительно. Ну, будет только черное это, да, там. То есть, ничего белого мы там не увидели. Вот, понимаете, как у голубей нету приборно-ошного видения. Так и у этих камер нету приборно-ошного видения, чтобы ночью показывать так же, как и среди белого дня. В общем, ну, факт то, что я показал все это, дорогие мои. Не рассказал, а показал все это. Ну, вживую, конечно, она намного лучше, интереснее. Это для тех, которые там тупо убеждают, что голуби всю ночь летают. Вот у нас такая, а ты таких не видел. Ну, тут еще и человек ответил на мой ролик. Сейчас попробуем почитать его комментарии. В общем, что-то не хотят выходить голуби. Вот тут Гова Уваров. Солнце красно, к вечеру моряку бояться нечего. Однозначно, дорогой. Да, я знаю, что ты не хвалишь своих голубей. Ну, ты же написал другое, что хвалю лучшие голуби. Но предподносишь их очень аккуратно. Да я вообще по жизни очень аккуратный человек, дорогой мой Владимир. Я знаю много достойных и хороших голубеводов из Волгограда. И ни один из них не проявляет усмешку и сарказм к другим голубеводам. Ну, это дело каждого из нас. Улыбаться или плакать. Понимаете? Ну, каждый человек, дорогой мой, ко всему относится к этому. Просто вот понятие достойный голубевод. Что в твоем понятии? В моем понятии достойный голубевод. Это старичок, который всю жизнь тратил на усовершенствование своей птицы. Для меня никогда достойным голубеводом не будет тот, который пошел, кипу денег выложил, построил американские тюрьмы. И так же в резке голубей показывает и рассказывает, что это. Понимаешь? У нас разные мнения обо всем. Понимаете? Вот есть девочки на дороге. Я к ним отношусь очень плохо. А некоторые оправдывают. Они же вынуждены выходить на дорогу. Понимаете? У нас разные мнения. И о понятии достойных голубеводов. Значит, держу сам бойных из Волгограда. Беру их у армян очень достойная птица. Но я еще не видел, что кто-то сказал, что у него птица плохая. Наверное, кроме меня и Миши Гаврилова и еще некоторых, которые как бы смотрят меня. Конечно, у вас лучшая птица. Самая лучшая. У нас плохая. Только в отличие от вас, дорогой мой, мы их показываем, а не рассказываем. Мы не рассказываем, за сколько купили, сколько они летают, а просто показываем. Понимаешь? Чуешь разницу? Есть разница или не замечаешь? Поэтому я не обижен. Но я рад, что ты не обижен. Как говорить? Ну, обижен их воду возить ничем и никем. А по поводу правды. У тебя много правды придумано тобой. Дорогой мой, правда бывает одна. Их не может быть несколько. И вот моя правда является так, что пола голубей не рассказывают, их показывают. Понимаешь? Ну, это же не телевизор из золота, да? Как у них новых русских, короче. Говорят, включи. Ты что, ведь с ума сошел? Его не включают, его показывают, что у них золото. Понимаешь? Вот правда мне такая показывает, понимаешь? Ну, и в этом ролике я все это показывал. Да. То, что берешь у армян или у тех других. Ты думаешь, мало армян таких, как ты? Их тоже очень много. Причем тут армяне, не армяне. Да. Ну, это тоже армянин пишет. Видите, Эрик. Доброе утро, Ахпырь. Ахпырь это брат, если кто не знает. Кто тебя знает, тому не надо объяснить за твою птицу. У профессора на кафедре всегда умные студенты. А ты тот самый профессор, и птица у тебя шикарная. Радуй нас, родной. Здоровья тебя и твоим близким. Береги себя. Без твоих роликов утро не начинают. Жду от тебя хороших новостей. И если ты не забыл, голубя, для своей голубки, обнимаю. Ну, агвашик, знаете, вот это Эрик, для которого есть нагвашики вот эти. Один, правда, не выжил. Но всего их три штуки были. Понимаете, дорогие мои? Правда, она одна. Не может 150 правды. Либо так, либо и так, понимаешь? А вот отмазок их до хрена, сколько хочешь. Сколько угодно можно отмазки придумывать, понимаешь? Ну, как мне не ухмыляться, когда человек показывает голубей на земле в резке. Люди показывают голубей на земле в резке. И говорят, что это хорошая птица. А вот те, которые вам показывают, что они от Сапсанова уходят, туман не пропадают, то другое. Это плохая птица, понимаешь? Ну, дорогой мой, ну как не смеяться над этим объяснением? Ну, это либо надо быть таким, да, вот как анекдот, говорит, рассказали анекдот Ишак. Все, весь лес смеется, Ишак молчит. На следующий день Ишак смеется, весь лес молчит. Говорит, слушай, да, я, говорит, на вчерашний анекдот смею, скажете. Понимаешь, ну, хорошо, что там дошло. Но есть некоторые, которые никогда и не понимают, что отчет. Одним словом. Мир уме, голубям небо, здраво-здравомыслящим. Гоняйте голуби, гоняйте. От того, что там кто-то что-то скажет, от этого, от этого, я вас уверяю, ваша птица лучше не станет, понимаете? Ваша птица станет лучше только в одном случае. Если будет постоянный гон, круглый год и жесткий отбор голубей. Вот в этом случае у вас что-то получится. В остальных случаях, ну, видите, вот как мог бы писать, что вы не обижены. В общем, все замечательно. В общем, это, да, вот элементарно. Вот, ну, много же роликов есть. Редко, когда я где-нибудь напишу комментарий. Ну, один из тех, я, в Кабмебоди, когда были соревнования, там человек поднял бой наш голубей, но он не занял первое место. Первое место занял. Ну, я написал, я говорю, по мне, чемпион, вот он, потому что он единственный, который показал бой на голубей. Не сколько летят, а бой на голубей. Одним словом, удачи всем. Так, дорогие мои, ну, начал голубять не чистить. Ну, естественно, мир умер. Раз посмотрим, кто что показывает из них. Сейчас потянем, чтобы крышу показывать. Посмотрим, кто соскочит. Кто не соскочит. Все зависит от того, что голубь хочет. Захочет, улезет. Не захочет, и чего ты с этим не поделаешь. Ну, вот этот не захотел, видите, спустился. Те пошли. Ну, это, которые вот были. Я корма насыпал. Так, похлопал руками, и все, и птица пошла. Вот так и она должна быть, понимаете. Не должны бы ни орать, ни кричать, ни стрелять, ни бомбить, ни копчиков травить. Это белокрылый, да. Это белокрылый голубь. Тоже не захотел пойти. Не захотел. Ну, а те захотели. Это вот Акбашик Эрик Джам. Вот один. Ну, это, наверное, голубочка будет. Тоже не захотел. Нет, не захотел. Пошла скил. Вот из этой стаи, вот сейчас те отрываются. Видите? Только там их 4, 6, 8, 10. Ну, десяток оторвется, уйдет. То из этих оторвутся, уйдут. Кто-то, по-моему, уже... Так. Кто-то, по-моему, уже и оторвался. Вон там мелкается уже двое. Вон вообще. Не знаю, попадаю я или нет. Но уже эти улезли. И эти сейчас улезут быстро. Жизнь продолжается, естественно, и гон должен продолжаться. Миру мир, во богам неба. Гоняйте, дорогие мои. Гоняйте. Сейчас посмотрим, кто там расслабится. Вот они, крыша ушибает уже. Ну, толпа большая была, я похлопал. Наверное, штук 30 соскочили. Кто-то сел. Кто-то пошел. Ну, сейчас рассыпается, потому что эта птица палпиная летит. И пойдут. Удачи всем, дорогие мои. Гоняйте, гоняйте. Только так вы... Только так вы добьетесь результата. Не на словах, а в деле. Удачи всем. Субтитры сделал DimaTorzok